Мы выйдем еще! Мы выйдем еще! Суд у нас признает все что угодно, даже если земля плоская и не вертится. Сотрудники ОМОНа применяли ко мне физическую силу, два раза меня ударили в челюсть. Мы не боимся! Сталкивались ли вы с преследованиями властей до уголовного дела? Ну, что считать преследованием властей. Все равно к штабу всегда было особое отношение полиции. Так или иначе, они там останавливали на улицах, проверяли документы, пытались. Но прямо таких уголовных дел, задержаний особо не было. Привет, друзья! Это Климов. Так, у нас здесь стоит памятник у избирательной комиссии Белгородской области и мы сейчас возложим цветы. Успокойтесь с миром! Видео было моментально опубликовано в одном из телеграм-каналов, где написано было, что вот смотрите какой долженка мрать. Дело благополучно тем летом заглохло, никаких следственных действий по ним не проводилось. Ну, собственно, на этом я думал, что все. Но при этом я продолжал писать, что вот смотрите, у меня появился протокол, где долженка прямо так и говорит, что совершенно случайно выбил у меня из рук телефон. Ну, хорошо, если выбил случайно, ну, никаких претензий к тебе нет, но хотя бы извинись. Тем более, что есть приказ от Министерства внутренних дел, что как именно нужно приносить извинения, если права были нарушены. Ну, извинись, вопросов бы никаких не было. Я напишу об этом непосредственно в приемную МВД. На что мне приходит ответ, что извиняться мы не будем и никакие права ваши не нарушены, поэтому отстаньте. Главное, что нужно знать и нам, и власти. Если это вы источник власти, это нам подчиняется власть. И так будет так, как вы решили. Изымались карточки, изымались мобильные телефоны, компьютеры, ключи даже изымались, конспекты лекций. Ключи от чего? Ключи от квартир. От квартиры. А на каком основании ключи? Это вы спросите у Следственного комитета, я не знаю. А карточки какие, банковские? Банковские карточки, да, вот по текущим счетам. У меня изъяты все банковские карточки. 31 января в моем доме был произведен обыск. В нем принимали участие 10 человек, 4 сотрудника ОМОНа, 4 следователя и двое понятых. Сейчас у меня был проведен обыск, и на тот момент я с ним вообще не был знаком. Я его знал через интернет, кто это такой, но лично с ним не дружил. А тут вообще заявлен тот факт, что я в дружеских с ним отношениях нахожусь. Резко в 6 утра ко мне завалились много человек и меня долбили в дверь. Вы написали заявление о том, что к вам применялось насилие во время ОМОНа? Есть медицинское свидетельство, оно находится на Волчанке. К сожалению, на тот момент, когда врач писал заключение, он написал его в единственном экземпляре от руки и отдал его следователю. Где оно сейчас находится, я не знаю. Единственная цель, с которой были проведены обыски у вот этих лиц, это не допустить того, чтобы они появились с 31-го на акции, которая проходила как раз в то время проведения обыска. Охранник. Собственно, ты меня разбудил в 6 часов, зайк мой. В 6 утра защитник, да? В 6 утра, да. Я еще помню, мы лежим, дизель начинает орать, как не в себя. Чего мне бояться? Я законопослушный гражданин. Абсолютно. Ну, зато мы с тобой познакомились. Я-то никаких иллюзий не питал в отношении властей. А эти обыски, то есть обыски у людей, которые никак не связаны с политикой, их разозлили тоже. То есть, ну, не напугали абсолютно. И с людьми, которыми были в обыске, мы перезнакомились теперь. Теперь они действительно могут являться моими друзьями, можно так назвать. Вот. И будем продолжать бороться. Например, вот это ресторан, который поставляет спецприемники, наши, на 3 миллиона заключил контракт с нашими спецприемниками, на поставку людей. Вот вот здесь. Приходите. Пишите. Это будет новое расследование? Да, это будет расследование о том, как кормят спецприемников. Потому что я побывал в этом спецприемнике, я знаю, о чем говорю, я попробовал эту ужасную еду на вкус. А самое печальное, что один из представителей общественного совета при МВД говорит, что ресторан поставляет еду, там ресторанная еда. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка.